Виктор работал водителем лесовоза и параллельно с этим увлекался охотой на заяца и куропатку. Он часто проводил время в лесу, наслаждаясь тишиной и красотой природы. Однажды, во время одной из своих охот, он услышал волчий вой, который раздавался издалека. Заинтригованный, Виктор решил проверить, что происходит, и вскоре наткнулся на раненого волчонка, который лежал под кустом. Волчонок, видимо, получил рану от кабана и не мог залечить ее сам. Сердце Виктора жалось от жалости, и он решил забрать волчонка с собой, чтобы вылечить его. Дома его жена Аня поддержала его решение, и они вместе начали заботиться о маленьком хищнике. Они назвали его серое рваное ухо из-за характерной раны на ухе, которая осталась после нападения. С течением времени волчонок стал большим и сильным, но Виктор и Аня понимали, что держать его в доме нельзя. Они построили вольер во дворе, так как боялись, что серый может напугать односельчан. Однако волчонок начал тосковать в неволе и по ночам выл, вызывая беспокойство у соседей. После долгих раздумий семья решила, что лучше отпустить серого в дикую природу, где он сможет жить свободно. В тот день, когда они открыли вольер, волчонок с радостью выбежал в лес и исчез в зарослях, оставив у Виктора и Ани теплое воспоминание о совместных днях. Прошло два года, и Виктор снова отправился на охоту. Однако на этот раз его ждала беда. Он попал в капкан, который был установлен браконьерами. Виктор почувствовал, как его нога сильно заболела, и понял, что у него скрытый перелом. Он принял решение ползти к деревне, надеясь на помощь. Внезапно вокруг него начали собираться волки, и Виктор почувствовал страх. Но среди них он узнал одного, это был Серый. Волк, которого он когда-то вырастил и отпустил, узнал своего спасителя. Серый подошел ближе и, оберегая Виктора, начал отгонять других волков. Он сопровождал Виктора до самой деревни, не оставляя его ни на шаг. Когда они достигли границы деревни, Серый остановился и, как будто прощаясь, бросил последний взгляд на Виктора, прежде чем исчезнуть в лесу. Виктор, полон благодарности, посмотрел ему вслед и произнес «Спасибо, Серый, за спасение». С этими словами он вернулся домой, зная, что их связь с Серым никогда не исчезнет, и что природа всегда найдет способ вернуть долг. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!